МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. В студии Олег Зверев. О том, что происходит в Самаре, рассказывают наши корреспонденты. И вот главные темы выпуска. От сверхлегких авиаконструкций до современной бижутерии. В Самаре создана лаборатория композитных материалов. Огни большого города, улицы и площади Самары украшают новогодней иллюминацией. Время становиться добрым волшебником. В Самаре установлена елка исполнения желаний. Там и заветные мечты становятся реальностью. В Самаре началась благотворительная акция «Елка желаний». Зеленые красавицы украшены письмами воспитанников детских домов и приютов. Чего ждут от новогодних праздников, рассказали более 600 детей. Репортаж Лариса Шалафаст. Хочу велосипед, планшет, большую куклу. Новогоднюю елку украшают письмами с самыми заветными желаниями. Сейчас их уже больше 600. Письма мечты воспитанники приюта «Ровесник» развесили вместе с главой города Олегом Фурсовым. Совсем скоро наступит особенный праздник, когда чудо ждет каждой. Машина на пульте управления. Потому что ее можно катать. Автомат с патронами. Потому что он больше всего нравится. Глава Самары также поможет сбыться детским мечтам. Он выбрал несколько желаний, которые обязательно исполнит. Три, давайте, четыре. Так, ну что, наушники и колонка. Вот такое интересное желание. Набор художника. И у нас гири, гантели и коньки. У нас, знаете, за 8 лет 10 тысяч наших жителей приняли участие в этой акции. Помогли детям осуществить мечту. Организовать праздник. И из года в год количество граждан, желающих помочь. И принять участие в этой акции, а ширится, это очень хорошо. Давайте вместе делать хорошие праздники для наших детей. Также Олег Фурсов передал ребятам новогодний огонь, от которого зажгутся другие елки желаний в городе. Олег, ты мой тесто. Вот я вручаю тебе, ты как старший среди этой группы ребят, и Оля, и Даша, чтобы вы этот огонек передали на каждую елку новогоднюю в нашем городе. Чтобы везде он горел и светил тем людям, которые хотят нести добро. Верхние строчки в рейтинге новогодних желаний традиционно занимают игрушки, телефоны, компьютеры и спортивный инвентарь. Почувствовать себя добрым волшебником может каждый самарец. Для этого нужно снять с волшебного дерева письмо и подарить ребенку новогоднее счастье. Елки желаний установлены в районных центрах семья и в городском департаменте семьи, опеки и попечительства. Акция продлится до конца декабря. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Зимними вечерами новогодние настроения в городе создают фонтаны световые. Праздничная иллюминация украшает все больше улиц и площадей Самары. Возле Дворца культуры «Современник» установили световой фонтан. Форму он повторяет цветок лотоса. К вечеру его лепестки раскрашиваются в красные, зеленые и белые цвета. Еще три световых фонтанов установили на улицах Старозагора, Гагарина и в поселке Управленческий. Иллюминация включается автоматически вместе с уличным освещением. Кроме того, в этом году новогоднее оформление появится и на проспекте «Юных пионеров», где отремонтирована и благоустроена аллея трудовой славы. Светодеменческий фонтан мы сегодня заканчиваем монтаж всех фонтанов. А фигуры новогодние на площади Куйбышева и на площади Кирова будут выставлены ближе к приезду Деда Мороза, то есть к 20-м числам. Вернуться в свои габариты. Самарских строителей научат работать в границах дозволенного. Городские власти планируют навести порядок в строительном бизнесе, чтобы предприниматели работали на строго отведенной территории, не захватывая тротуар и не перекрывая дорогу. Пределы дозволенного изучила Марина Матвейшина. Пару метров с каждой стороны и стройплощадка гораздо просторнее и удобнее для строителей. Для остальных ровно наоборот. Часто забор захватывает не только тротуар, но и половину проезжей части. Городские власти намерены вернуть бизнесменов в рамки дозволенного. На оперативном совещании в администрации Самара озвучивают результаты замеров. Из 28 проверенных стройплощадок все вышли за границу участка. Большой беды в этом сами бизнесмены не видят. В городе строятся сотни объектов, и лишь немногие могут похвастаться тем, что не прихватили лишние метры. Ограждения на газонах и тротуарах доставляют неудобства не только пешеходам. Из-за этого службы благоустройства не могут даже уложить тротуарную плитку. Первый заместитель главы города Владимир Василенко предлагает объединить усилия городской административно-технической комиссии по благоустройству, земельного центра и стройконтроля против недобросовестных застройщиков. Чтобы строители зашли, наконец, в границах своих земельных участков и работали, и не вылазили на дорогу или на землю общего пользования. И вторая задача, которую ставил Олег Борисович нам, это для того, чтобы с этих строительных площадок не выносилась грязь на проезжую часть. Городские власти проинспектировали и площадки, где уже должно вовсю идти строительство. Но они простаивают просто так. Департамент строительства и архитектуры выявил четыре участка, где можно расторгнуть договор аренды с застройщиком. Одновременно департаментом в соответствии с поручением главы городского округа Самар подготовлено предложение по дальнейшему использованию данных земельных участков для решения проблемы обманутой дольщиков в качестве компенсационного механизма для привлечения новых застройщиков, которые будут завершать строительство проблемных объектов и удовлетворять права дольщиков. Земля должна работать, уверен в городской администрации. И такой механизм поможет освоить участки под строительство в установленные сроки. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Развитие Самары и возведение нового жилья стали темой круглого стола, который организовала Самарская газета. Темпы строительства в регионе радуют. Рост составил 126%. Активно реализуют в области и президентскую программу «Доступное жилье», в рамках которой в этом году сдадут почти 200 тысяч квадратных метров. Мнение экспертов о перспективах строительной отрасли выслушала Марина Кравцова. Раньше на этой площадке на Солнечной стояли два десятка гаражей. Многие без необходимых документов. На пустующей территории решили возвести 16-этажный жилой дом. Но не все соседи поддержали идею. Хотя все предписанные законом процедуры бизнесмены соблюли. Разрешение на строительство есть. Чтобы получить его, необходимо пройти длинный перечень экспертиз, согласований и утверждений. В поисках компромисса с жителями ближайших домов предприниматели готовы к диалогу. Предлагают отдать часть будущих площадей здания под спортклуб для детей. Мы предложили даже такой вариант. Построить на первом этаже у нас на первом здании этот самый клуб. Игровой клуб, тот самый спортивный, для детей. Хорошая вещь для них. Детский сотрядом стоит. Дорога хорошая. Мы его отремонтировали. Поскольку все законно запретить строительство городская администрация не может. Объект, о котором идет речь – один из этапов развития города-миллионника, уверены эксперты. Самара активно растет, но в основном застраиваются отдаленные районы. Хотя многие самарцы предпочли бы жить поближе к историческому центру. Использование городских застроенных территорий у нас неэффективно примерно в два раза отнормативной. Самая плотная застройка в Ленинском районе, но и там она чуть-чуть дотягивает половину. Ну, процентов 60. То есть резервы в городе есть. Основные проблемы, мне видится, не столько градостроительного порядка, не инфраструктурного порядка, а правового. Свободных территорий в центре Самары немного. Но спрос все-таки есть. Есть желающие инвестировать в развитие города. Эксперты отмечают, у уплотнительной застройки есть и свои плюсы. Ведь сами застройщики предлагают не только планы строительства новых домов, но и проекты комплексного благоустройства ближайшей территории. Если мы сегодня говорим, что такому же, так сказать, гражданину, как вы, живущий рядом, необходимо тоже где-то жить, да, и необходимо построить здесь этот дом, и он юридически не нарушает никаких ваших норм, так сказать, точки зрения, там, инсоляции, так сказать, приближения к чему бы то ни было, с этим, наверное, стоит соглашаться, потому что завтра у вас подрастут точно такие же дети, которые будут нуждаться тоже в жилье. Число жителей Самары тоже будут расти. Рождаемость в регионе впервые за много лет превысила показатель в 40 тысяч детей. Такие же результаты должны быть и по итогам этого года. Причем, как говорят специалисты, в городе такого уровня, как Самара, и квартиры должны быть не только эконом-класса, но и средней ценовой категории. Всего же в областной столице в этом году планируют ввести в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья. Причем 50 тысяч квадратных метров будут построены по президентской программе «Доступное жилье». В регионе эта цифра достигнет 200 тысяч квадратных метров. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. От сверхлегких авиационных деталей до современной элитной бижутерии. Этим занимается Международная лаборатория композиционные материалы и конструкции, которая создана в Аэрокосмическом университете. Ее организаторами стали СГАУ, Институт машиноведения РАН и Люблянский университет Словении. Студент Марат Полушкин, который занимается проблемой увеличения прочности композитов, стал победителем конкурса «Умник». С начинающим ученым встретилась Мариана Мирная. Марата Полушкина не зря называют «Умником». В конкурсе с таким же названием студент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов победил в одной из номинаций. Молодой человек разработал метод повышения прочности композитов, искусственно созданных неоднородных материалов, состоящих из двух или больше компонентов. Их используют для создания деталей для самолетов, спортивной защиты и даже бижутерии. Марат с гордостью показывает особо прочный шлем для роллеров или велосипедистов. Смотрится гораздо лучше, чем обычные пластиковые аналоги, но это не основное его преимущество. Основное преимущество в том, что выдержат гораздо более сильные ударные нагрузки, нежели обычные пластиковые шлемы. Разработкой композиционного материала с повышенными прочностными свойствами Марат Полушкин занимается под контролем своего научного руководителя. В перспективе должен получиться материал, который хорошо тянется во все стороны, не ломается и не разрывается под нагрузками, говорит наставник. Одной из таких преград является вот эта низкая межслоевая прочность. Видели торт Наполеон? Его не всегда удобно есть, потому что он расслаивается. Вот слоеный, слоистый композиционный материал остается таким тортом, пока мы не увеличили прочность, которая связывает его слои. Если у команды разработчиков получится повысить прочность материалов для использования в самолета и вертолетостроении, ребята зарегистрируют патент. Марьяна Мирная, Константин Головин. События. В Объединенном университете прошел день открытых дверей. В следующем году ожидается большой наплыв абитуриентов. 18 тысяч человек хотят связать свое будущее с инженерно-техническими специальностями. На встрече школьникам рассказали о правилах приема, вариантах дополнительного образования, а также о возможностях, которые дает университет студентам, научно-исследовательской работе и грантах на развитие науки. Будущие абитуриенты задавали вопросы и нынешним студентам. Теперь им предстоит определиться с выбором и много учиться, чтобы соответствовать требованиям. В планах Объединенного университета к 2020 году войти в 20-ку лучших вузов мира. Самый престижный университет в нашей области. В общем-то, мне сама по себе интересна и физика, и информатика. Я это увлекаюсь. Очень хочу продолжить свое образование именно к этому направлению. Объединив два коллектива, мы используем ресурсы друг друга вдвойне, так сказать. То, что не было возможности в отдельном коллективе делать, теперь эта возможность открывается. Вот это самое главное. А сейчас коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. В Самаре на пятой просеке произошел крупный пожар. Горел заброшенный санаторий. На тушение двухэтажного здания отправились 11 единиц пожарной техники. Спустя 30 минут огонь был потушен. Причина возгорания устанавливается. Ракетный двигатель НК-33, произведенный на самарском предприятии ОАО «Кузнецов», успешно отработал при запуске легкой ракеты-носителя «Союз-2.1В». Старт новейшей отечественной ракеты состоялся 5 декабря с космодрома Плесецк. Он стал вторым испытательным пуском носителя легкого класса, оснащенного двигателем НК-33. «Союз-2.1В» доставит на орбиту российские спутники Министерства обороны Российской Федерации. Советник губернатора Самарской области Махмуд Калиматов назначен руководителем Роспроизводнадзора по Самарской области. Новый руководитель окончил юридический факультет Пуйбышевского госуниверситета. Работал в прокуратуре. Более пяти лет руководил прокуратурой города Самары. Больше года был первым заместителем прокурора Самарской области. Новый театр «Кукол» скоро распахнет свои двери для юных самарцев. Специалисты проводят масштабные реставрационные работы одного из самарских памятников архитектуры. Часть помещений бывшего здания ресторана «Аквариум» на Самарской уже реконструировали. Готовы сцены и административные помещения. Сейчас специалисты занимаются оборудованием зрительного зала. И хорошая новость для всех любителей тепла. Аномально теплый декабрь ожидает жителей Самарского региона. В среднем температура воздуха составит 8 градусов со знаком «минус». Это почти на градус выше нормы. В январе похолодает до 11 градусов. А в феврале синоптики обещают в среднем 10,5 градусов мороза. Обильных осадков этой зимой не ожидается. Сырая погода зимой, увы, идеальна для распространения вируса гриппа. Минздрав предупреждает. Более 9 тысяч человек в Самарской области переболели гриппом в этом году. Прививки сделали более миллиона человек. В их рядах также были заболевшие, но они, по словам медиков, перенесли болезнь в легкой форме. Прививочная кампания проходила до 10 октября. В структуре заболевших привитые составляют менее 1%. И самое главное, что нет грозных осложнений. Нет грозных осложнений в виде диагнозов пневмонии, отиты, гаймориты. Прививка против гриппа защищает, безусловно, от гриппа, но она защищает еще и от развития этих осложнений. Зато сотрудникам спецремстройзеленхоза «Теплый декабрь» дает карт-бланш. Именно они отвечают за зеленые легкие самары. И в эти дни приступили к обрезке деревьев, чтобы летом зеленые насаждения украшали город правильными формами. За работами на Никитинской площади наблюдала Лариса Шалафаст. Чтобы летом деревья в парках и скверах радовали горожан аккуратным видом, декоративную обрезку проводят еще зимой. Срезают старые и сухие ветки. После этой процедуры не только внешний вид улучшается. Гулять здесь становится безопаснее. Осматриваются каждое дерево. Деревья, видите, очень старые. Уже много сухих веток. И чтобы продлить жизнь каждому дереву, проводим обрезку каждого дерева. Убираются сухие, которые могут упасть и нажить, и принести вред. И чтобы дерево имело все равно декоративный вид. Чтобы дерево приобрело ухоженный вид, рабочим приходится подниматься на большую высоту. В муниципальном предприятии «Спецремстрой зеленхоз» Валид Аюпов работает три года. В день обрабатывает до 20 деревьев. Прежде чем добраться до макушки, обязательно соблюдает технику безопасности. Говорит, к работе на высоте уже привык. Не, не страшно. Мы же привыкли. При большом ветре мы не работаем. В целях безопасности нам дают ремни, мы ремни застегиваемся и алгар на высоту покоряем. После санитарной обрезки веток специалисты возьмутся за аварийные деревья. Есть еще на Чкаловской. Сквер Победа еще там тоже есть обрезка. Сквер Чкаловский, Валка, обрезка, кронирование. Как получим разрешение, будем заниматься Валкой. Спиленные ветки распиливают и вывозят на специальный полигон. После всех работ территория должна быть полностью очищена. Поэтому убирают даже снег. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. В их полку прибыло на 14-м форуме добровольцев в Самаре собрались волонтеры и те, кто только еще собирается примкнуть к движению, девиз которого «Ни дня без доброго дела». Это более 2000 человек. Подробности в нашем сюжете. «Ни дня без доброго дела». Под таким девизом в Самарской области живут десятки тысяч молодых людей. Волонтеры активно участвуют в проведении больших праздников, спортивных соревнований и помогают ветеранам и инвалидам. На вопрос, зачем им это надо, ведь денег за это не платят, отвечают просто. Ты хоть и не получаешь какую-то компенсацию, в смысле моральную, то есть не моральную, а материальную, то есть тебе не платят, но ты получаешь от этого компенсацию моральную. Форум добровольцев проходит уже в 14-й раз. На одной площадке собираются волонтеры со всей области, чтобы пообщаться и поделиться опытом. Это очень ценно, что у нас в городе проходит этот форум, что на одной площадке могут собраться со всей области ребята, которые участвуют во многих мероприятиях, которые хотят дальше развиваться, которые хотят дальше получать опыт, знания. В этом году на форум приехали не только опытные волонтеры. В свои ряды приглашают и новых добровольцев. Открыты шесть тематических площадок – социальные, патриотические, образовательные и событийные. Принять участие в Параде Победы, провести благотворительную акцию, отправиться с ветеранами в круиз. Выбор огромен. Каждый получает ручку, где есть контакты, телефон. И сегодня много некоммерческих организаций, государственных организаций представляют свои проекты, и ребята могут определиться, где их душа, время, их настроение, сколько времени им хочется. И они определятся и сделают заявку. Мы успешно, благодаря волонтерам, провели Олимпийские игры, Паралимпийские игры, провели много других мероприятий. Я уверен, что чемпионат мира 2018 года также проведем. И в этом свою лепту в обязательном порядке, без этого никак нельзя, внесут волонтеры Самарской области. В завершении форума самые активные волонтеры области получили благодарственные письма от правительства. Лариса Шалафаст, Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Вальс «Полька Полонез» в Самаре прошел инклюзивный бал. Люди с ограниченными возможностями здоровья исполнили танцы 18 века наравне со здоровыми. Лариса Шалафаст убедилась, исполнить красивый танец можно даже на инвалидной коляске. Девушки в бальных платьях, кавалеры в строгих костюмах. Для Юлии Ломкиной это первый бал в жизни. После тяжелой травмы позвоночника девушка передвигается на инвалидной коляске. Но жалеть себя не в ее характере. Первое достижение Юля сдала на права и водит машину. Теперь решила научиться танцевать. У нас произошла первая репетиция, я поняла, я ничем не отличаюсь. Я так же могу танцевать, так же и руками делать красиво. Поэтому только морально было поначалу тяжело, а потом нет. Все, вошла в ритм и мне очень понравилось. За последние несколько лет это уже третий инклюзивный бал в Самаре. Молодые люди с разной формой инвалидности наравне со здоровыми исполняют танцы 18 века. Эти занятия не только хорошо способствуют социализации людей с инвалидностью, но и помогают реабилитироваться. Несколько наших участниц на колясках, на первых танцевальных репетициях, чтобы выполнять все или иные движения, пользовались с помощью волонтеров, которые стояли сзади коляски и помогали двигаться. Но за репетиции они набрали достаточно хорошую физическую форму и теперь это танцуют сами. Как нас уверяют, подобного эффекта не оказывают многие медицинские реабилитационные упражнения. Проводить балы для людей с ограниченными возможностями здоровья будут регулярно. В планах организаторов в следующем году открыть в Самаре инклюзивную танцевальную группу. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Только горячие новости и яркие публикации. Самарская газета продолжает подписную кампанию. Это одно из старейших периодических изданий. С каждым годом любителей запаха свежей прессы становится больше. На этот раз Народная газета отправилась на сельскохозяйственную ярмарку. Жители города смогли и продукты закупить, и подписку оформить. Городские новости, полезные советы и ТВ-программа. Все самое актуальное в одной Народной газете. Алексей Козиков интернету предпочитает печатное издание. Купив однажды Самарскую газету, теперь оформляет подписку. Очень много информации доносится и СМИ. Телевидение, интернет загружает. На самом деле хочется сесть спокойно, полистать газету, отдохнуть, выпить чашку кофе. Оформить подписку на Самарскую газету можно разными способами. На почте, в редакции изданий и даже на сельскохозяйственной ярмарке. Подписаться на нашу газету достаточно легко и комфортно. Масса способов для того, чтобы получать хорошую, качественную информацию о нашем городе. Подписавшись на Самарскую газету, читатель будет получать на дом свежие выпуски три раза в неделю. Во вторник, четверг и субботу. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. А теперь о спорте. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Футбольные крылья Совета в 12-й в премьер-лиге перед зимними каникулами. Хоккейный ЦСКА ВВС остался без главного штурмана. Баскетболистки Политеха вышли на первое место в Суперлиге. Самарский Политех в домашней серии игр дважды победил соперниц у ГМК-юниор в чемпионате Суперлиги со счетом 75-62 и 58-49. После этого успеха баскетболистки вышли на первое место в 14 матчах 12 побед. Главный тренер ЦСКА ВВС Владимир Шиханов ушел в отставку по собственному желанию. К матчу с юниором из Нижнего Тагила команду готовили его помощники Павел Десятков и Юрий Мордвинцев. Первую встречу военные летчики выиграли с минимальным преимуществом 3-2, а вторую сыграли в сухую 3-0. Заключительные матчи первого этапа первенства высшей хоккейной лиги армейцы проведут с Алтаем из Барнаула. Сейчас ЦСКА ВВС занимает 5-е место. Саранская Мордовия первая. Крылья Советов ушли в отпуск до 10 января. После новогодних каникул команда до начала весенней серии игр чемпионата страны проведет тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах и в Испании. Осенний этап Крылья закончили на 12-м месте с 19 очками и 5 победами. В последний матч года Советы проиграли столичному Спартаку со счетом 1-0. Лидер премьеры лиги Московский ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Жизнерадостные поколения молодых в солнечном и веселом Петербурге в фильме «Алексей учителя прогулка». Сегодня в 22.10 смотрите на нашем телеканале. Свободные и открытые люди встречают на своем пути интересных персонажей. Но все же город Пушкина и Достоевского хранит свои тайны, никогда не открываясь полностью, как и герои фильма. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова